Создание городского округа, бюджет, сформированный программно-целевым методом и основные приоритеты на год текущий. Доклад Сергея Петрова охватил почти все сферы жизнедеятельности территории. Доклад очень мощный, охватывает все стороны жизни ангарского муниципального образования. И то, что широкое представительство здесь имеют и члены правительства Иркутской области, депутаты законодательного собрания, говорит о том, что Ангарск сегодня вышел на другую степень развития, на другие уровни контактов с Российской Федерацией, с Иркутской областью. И за Ангарском сегодня большое будущее. Появилась вера в лучшее будущее нашего города, при поддержке тем более правительства Иркутской области. А город Ангарск, он всегда был, есть и должен быть. Это один из ведущих городов Иркутской области. При выборе приоритетных направлений и работой учитывались майские указы президента, послания главы региона и наказы избирателей, которые были получены в ходе многочисленных встреч с жителями. Работа с обращениями граждан во многом определила степень доверия населения к власти. Мне очень понравилось, что все было сказано конкретно. Полгода такой срок еще небольшой, чтобы действительно представить очень глубокий отчет, но очень все по существу. И это тот вариант, когда больше дела, меньше слов. Я только доверие испытываю к такому человеку. Мне понравилось то, что сейчас даже обозначены пути развития объединенного муниципалитета. Чувствуется, что ведутся работы и по всем программам, по федеральным, по муниципальным, по социальным программам ведутся работы. Я очень порадовалась за Петрова. Я в своем выборе не ошиблась. Я думаю, что вот с приходом Петрова во власть у нас изменится город в лучшую сторону. Многие запрошенных ответили, главное, что было сделано в прошлом году, это объединение города и района. Ангарчане уверены, единая территория имеет все шансы на развитие и процветание. Впрочем, не остались без внимания и другие свершения. Приобретение в собственность города дворца ветеранов. Пожилые люди очень много слов признательности высказывали. И на самом докладе я видел очень много представителей и почетных граждан, и предприятий, общественных организаций, управлений, учреждений образования, культуры, спорта. Все пришли, потому что всем интересно. Для себя я тоже услышал очень важную информацию. Это создание ресурсного центра для молодежи в 212 квартале. Я внимательно выслушал доклад Сергея Петрова и положительно отношусь к наметившим тенденциям. Несомненно, это в лучшую сторону скажется в решении многих ангарских проблем. Главное, что я решил, то что Ангарск не останавливается в своем развитии. Большинство опрошенных не только выразили свое мнение по поводу доклада, но и высказали пожелания. Главное для ангарчан – это сохранение и развитие тех позитивных изменений, которые сейчас происходят в муниципалитете. Елена Милют, Владимир Сильванов, Местное время.